Сегодня вот находимся здесь у меня, как всегда, обстановка, кто знает, та же самая, не другая. После вечернего богослужения я решил записать маленький ролик. Тут меня засыпали буквально вопросами. Никита где? Никита там Майдан устроит в Украине. Это еще похлеший Романов он вам устроит здесь. Говорили не принимайте, и теперь их дает. Живой ли Никита-то? Вот в чем дело-то. Ну вот возьмем одно, веди. Сюда. Подойди, Владимир. Вот пишет Владимир... Какой? Иванов? Владимир Иванов пишет, да. Вот я нажал на нее. Теперь давай по порядку начнем. С чем пишет? С 7 марта прям пишет. Да-да-да. Дальше. Так, 8 марта. А вот. Вот было, кажется. Что пишет? Вот. Много уважаемый Игнатий Тихонович, добрый вечер. Все ли у вас с братьями нормально? Где ваш Никита? Спасибо вас, Господи, слава Христу, искренне ваш Владимир. Владимир. Никита. Я не отвечаю. Не до этого мне. Дальше что? Вот пишет дальше. О, у вас, Сергей, прелести прибывают в глоботе. Где Никита? Напишите. И пишет дальше. Игнатий Тихонович, скажите, куда девался Никита? Как это... 10 дней не выходил, кажется, в эфир президент Российской Федерации. Да тут уже еще только не писали. И что? Друг мой попытался вставить фото. Как пожить? Где Никитка? Опять. То есть, я не буду все открывать только. Это... А на ютубе сколько там? Никиту потеряли. Это главный герой был у нас. Это... То и прочее. Никита, вот он сидит. Теперь посмотри, что мы разговариваем. Сегодня это на субботу. Открой это все. Чтобы цифры было видно, что сегодняшний день, суббота, 10 марта 2018 года. Так, сегодня... Покажи ему, где? Вот он набирает новости. Сегодня число. Вот, показывает. Вот, посмотри. Ты хорошо делал 10 марта. Ютуб сегодня откроешь, чтобы видно было, что это не подделали. Так, так. Вот новости ютуб. Вот я обновляю страницу. Какая? Где-то написано вон там, да? Ну вот, даже не знаю, где-то взять. Вот. Час назад ролик выставили. За 10 марта. Нажми там, что там у него? Это 10 марта, вот. И ты для наших звезд подарок скорее будучный. То чем же их можно удивить на самый красивый праздник года? Кто же главные леди? Капка, сцены и экрана. Узнаем прямо сейчас. Ну, вот. Потому что, чтобы болеть за любимых артистов, была вынуждена, хоть и не бездовольствия, но для всех, как Николай Басков, закрывал технические паузы. А что ты делал? Помнишь эту песню? Прямую. И вот она, нарядная, на праздник нам. Ну, еще какой-нибудь красивый, директор. Что именно сегодняшнее число. Так, ну вот какой-то прямой эфир вот заходим. Давай. Витя сказал, у которого, наверное, какие-то заначки там денежные остались, потому что все денежные группы, которые вокруг Саакашвили были, они их потеряли. А с Украиной, наверное, у него вот этих средств потоков нет. И вот сейчас мы даем ему... Только если это сейчас выплывет чисто, так не выплывет. Они-то могут как-то проверить, что сегодняшнее число? Ну, во-первых, уже вот этот ролик до 10 марта написано. А 10 марта, вот, сегодняшняя. Ну, еще какой-нибудь открой. Вот, от 10 марта, два часа назад стоит. Как открой. Вот, два часа назад, если видно тут. Здравствуйте, это Индустрия Кино. В новом выпуске мы расскажем, что стоит посмотреть в кинотеатрах в эти длинные праздничные выходные, если вы решили преподнести билет в кино как подарок. В нашей студии появится Виктор Добронравов, исполнитель главной роли в новой комедии. Ну, здравствуй, Оксана Сапогерни. Из семейного зрителя ждут интересные киноновинки. Диснеевская сказка «Излом времени» рассказ... Просто скажи, как вы это снимали. Ну, в общем так. Вы часть мира иллюстрации. Все, понятно. Теперь несколько вопросов. Чем ты занимаешься сейчас? Я сказал, тут, может быть, не очень внятно, что рисуешь планы местности, где золото добывают. Очень даже, да, точно он куда залез. Смотрите, под ногу. Ой-ой-ой, ты что делаешь? Это у меня голубенок по полу ползает. Смотри, какой. Ой, какой он у меня. Давай вот сюда сиди. А где-то вон они где, две голубки. Они еще нормально, она за ней не гоняется, потому что она голубка, эта голубка. За потерявки приготовила нас с охолком. Так, а кроме тебя там никто не может это делать? То почему ты тут все время на этой работе-то? Ситуация очень сложная сложилась. Очень короткий срок. Получить эту лицензию надо, чтобы продолжить добычу золота в этом месте. А как? Оказалось так, что я оказался у Игоря Добунова рядом. Кого он больше найдет еще больше? Я бы всегда рядом. То есть, даже не знаю, кого еще найти такого. Я быстро разобрался в этих программах со всех. Мы печатаем вместе, работаем. Ты первый раз начал работать по этой организации, золотопромышленники, там какие-то назвать, золотодобычники. Первый раз, или в прошлом году тоже работал. Да, третий год уже, там, третью зиму. Ну, опыт у тебя какой-то появляется. Да. Претензии к твоей работе там в верхах есть какие? Нет. Эта организация непростая, она стоит на учете ПСБ. Ты это знаешь? Да, везде. Это строго, это просто золото. Золото это основание государства. Ну, а там начальцы-то, когда смотрят, они упрек не делают заказчику, который тебя нанял? Нет, нет. Видишь, как ты вышел? Твои знания в этом деле, они пригодились. Я гляжу, ты это все рисуешь, и рисуешь, и не видно. Сколько у тебя в день уходит на работу там по этому делу? Шестов, семь-восемь где-то так. Тебя там кормят? Да. Ну, а как я тебе покажу? У тебя и нет. Вот, пришел, и на этом все. Мне много-то ничего не надо, главное показать, что Никита живой. Так, ты на Украину-то не собираешься ехать? Такого нет. Нету. Значит, мысли такие, там, слова, что Никита не получил гражданство, его, как Романа Малыша, выгнали, в наручниках отправили. Это не в соответствии действительности? Жалко, нет, у меня, конечно, сейчас паспорта даже нет. Было паспорт, показал бы паспорт свой, а так даже не докажу ничем. У меня весь вид на жительство. А паспорт у тебя не с собой, да? Нет, нет. Понятно. Но на чем эти подозрения-то основы? На основании какое-то имеют? Ты это не говорил никому, нигде там, друзьям, что неблагополучно тут обстановка, и ты решил вовремя сбежать с Россией на Украину. А то тебя зазомбировали тут, и ты, ну, зомби, то есть, ходишь и не знаешь, куда идешь, зачем идешь. Нет такого, нет ничего. Но еще больше, какие вопросы ко мне? Так, даже не знаю. Ну, возьму, лук возьму себе сейчас на долг. Ну, все понятно. Ну, все тогда. Володя, у тебя вопросы есть какие-то? Нету. Никаких нет? Нету. Покажи, что ты здесь находишься. 10 марта. Так, ты сейчас скажи, ты что-то к нам имеешь, какие-то претензии? Нет, не имею. Нету, то есть отношения наши нормальные? Конечно, нормальные. Нормальные, мы молимся, ну, а чего это? Мы просто за пазухой никого не прячем, и... Так, ну, все, свободен. Спаси Христос. Спаси Христос. Небольшой такой ролик. Ну, мы показали, что кому это... Понятно, сегодня суббота. Суббота, 10 марта. Ну, еще сунь какой-нибудь этот ролик, покажи, что именно это число. Ты быстрее моего разберешься. Самые последние новости. А ты, Володя, прям крупным планом покажи эту цифру, что сегодня 10 марта 2018 года. Никита Андреевич Колесников, жив и здоров. Это он передвигает. Мы сейчас после богослужения вечернем, Кресту поклоняемся, все пели. Третья неделя поста. Ну, вот только, чтобы сдать, и вот и за 9 марта. Ну, видно, что 16 часов назад выставили, за 9 марта. Ну, это, надо 10-е лучше на сегодня. Ну, 10-е, 2 показали, я больше не знаю. Ну, а 9-е еще тут. Вот, суббота, смотри. Написано? О, да. Если вы сегодня число отвел в Google, поиск нажал, раз, обновилось в субботу, 10-е марта 2018 года. Дальше там написано, какое сегодня число. Ну-ка, возьми, к ней везу. Ого. Какое сегодня число, что там? 10-е марта 2018. Ну, 10-е, суббота. Ну, смотрите. Выходной день. Мы это сами-то не пишем. Вопросов, чтобы больше не было. У меня некогда заниматься такими вещами, мало доказывать. Никита живой и здоровый. А тебе забота-то какая-то. А мы женщины и мужчины завопияли буквально. Ваш шефир, где сказать, многое потерял, что Никиты нет. У Васи заменили его. Теперь они Василий там очки набирают. Еще сказать больше ничего не могу сказать. Все? Да. Спаси Христу. Слава Христу. Слава Христу. На этом. Все, заканчиваю? Да. Голубенка не надо. Вступи только.